В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. До плюс 12. В Черкесске без осадков. Ветер восточный с переходом днем на западные 4-9 метров в секунду. Температура ночью 2-4 со знаком «плюс», а днем 18-20 градусов тепла. Два молодых представителя средств массовой информации республики стали обладателями гранта президентского фонда культурных инициатив. Ася Байрамукова и Мурат Хутов подготовили видеокнигу «Страница века». Она посвящена 100-летию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. О том, как собирали материал и по какому принципу была выбрана тема в эти минуты в нашей студии, авторы проекта расскажут моей соведущей Белли Джазаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Асечка! Доброе утро, Мурат! Доброе утро! Безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях. У нас такой приятный повод. Вы стали авторами проекта «Видеокнига», которая была посвящена 100-летию нашей национально-государственной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Почему эта тема? Чья идея? Как возникла идея? Расскажите про свой проект. Да. Идея возникла спонтанно. Мы на одном из мероприятий общались с сотрудниками библиотеки и выяснилось, что это как раз было в прошлом году, что им 100 лет. Мы прям загорелись. Интересно было, потому что библиотека играет огромное значение в культурной жизни республики, в жизни каждого из нас. Человек, который читает, получает какое-то образование, без библиотеки никуда, особенно 90-е, начало нулевых. И когда мы начали с Муратом просто искать информацию в какой-то библиотеке, мы поняли, что кроме сайта ничего такого интересного нет. То есть даже на сайте какая-то разрозненная информация, какие-то вехи описаны, а вот чего-то цельного, что показывало бы всю историю становления и развития библиотеки, не было. И мы решили, что можно это исправить, и это в наших силах. Нам это интересно, и это нужно. Мурат, как долго вы работали? И, насколько я понимаю, это видеокнига. Да, видеокнига, она представляет собой пять глав, это пять маленьких документальных фильмов по 15 минут. Ну и видеокнига, она можно назвать документальным фильмом о библиотеке. Как долго вы снимали это все, как долго вы это монтировали, как долго это все воедино собирали? Ну, в общей сложности у нас где-то ушло 8 месяцев на съемки, монтаж. Ну, скажем, немало. Немало, да. Насколько я понимаю, это был грант, президентский грант, правда? Да, это был грант Фонда культурных инициатив. Потому что вот нашу идею мы оформили в виде заявки на грант, отправили, и в один прекрасный день получили письмо на электронную почту, что наш проект победил. И с этого началось много всяких интересных дел, которые нам не были знакомы. Через многое пришлось пройти, потому что отработать грант, это не просто, как оказалось, взять камеру, примерно написать сценарий и пойти снимать. Нет, там еще много нюансов в отчетности, в документации, связи с кураторами. А благотворительный фонд созидания, как он связан с вашим проектом? Наш фонд, он вообще занимается именно культурной жизнью. Мы стараемся какие-то придумывать проекты, инициативы, которые направлены на развитие культурной жизни, но вот в частности именно что-то связано с литературой. Хочу, кстати, сказать, что «Стайницы века» вот этот проект получил не с первого раза поддержку. Мы его поддавали и второй раз. То есть первый раз нам не одобрили, мы там доработали по каким-то критериям наш проект, и второй раз получили поддержку. Ну и самое главное, как работники библиотеки приняли вашу идею, ваш фильм? Ну они, конечно, с огромным энтузиазмом, даже вот на стадии разработки самой заявки, то есть когда еще не были известны результаты, они с большим воодушевлением, с радостью предоставлялись необходимые документы, письма поддержки. Ну про них не так часто делают материалы, тем более такие глобальные. Я хочу сказать, что вы большие молодцы. Я благодарю вас за участие в нашей программе и новых проектов, новых побед вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на базинском языке, затем также программы «Абазинской редакции». А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.